Люди, которые оказались вне круга друзей. В какой момент вы поняли, вот черт, я им на самом деле не нравлюсь? Когда я узнала, что мои лучшие подруги создали чат с нашими врагами и подписали его лучшие девчонки, номер класса, ну по крайней мере название было очень похоже на это. Я до последнего надеялась, что это неправда, пока в один момент мне не попал в руки телефон одной из них, которому я знала пароль и узнала, что в том чате они обсуждали меня, мое увлечение, мое поведение. Я тогда кардинально изменилась, как я считаю, в лучшую сторону, но видимо им это очень не понравилось, потому что мной стало сложнее манипулировать. Но больше всего меня разозлило то, что они в плохом ключе обсуждали моего лучшего друга, который на тот момент не ходил в школу из-за болезни. Я решила перестать с ними общаться и самое главное, они не сразу поняли, что я с ним не общаюсь, а я ведь на них спускала все свое время и карманные деньги. До сих пор очень обидно, но обиднее, что они так и не признали свое вино. Это произошло пару недель назад, наш класс поехал в Звездный. Я подумала, что это мой шанс подружиться с моими одноклассниками и старалась ходить по комнатам, собирать всех, играть в правду или действия. В какой-то момент все собрались в одной комнате, я и одна моя подруга старались зайти туда тоже, но вторая моя подруга не пускала меня под глупыми предлогами, мы обиделись на нее и ушли. Через пару минут она пришла к нам в комнату и когда мы спросили, в чем дело, она вздохнула и сказала, «Окей, хотите правду, вас там никто не хочет видеть, потому что у вас хреновый характер и все с этим согласны». После этого она ушла, а я начала плакать. Не друзья, а родственники. Мне чуть не прокусил щеку пес Бимка, по моей глупости. Отправили в больницу и оставили там со словами «Мы будем навещать тебя». За две недели, что я там провела, никто не пришел. Мне было шесть лет. Обидно до сих пор, никогда их не прощу. Я пережила очень много предательства от подруг и прочих людей, и начиная от первого предательства до данного времени градус обиды снижался. Я просто стала циничнее и пофигистичнее. Я научилась читать людей, прочитывать их подставу на два шага вперед и не париться. То есть я уже заранее знаю, что человек этот может сделать. Нужны лишь условия. И если это происходит, я абсолютно спокойно, чем сильно выбешиваю таких людей. Им нужно обесценивание, манипулирование и превосходство над вами. Не давайте им это сделать. Для меня сейчас все люди только знакомые. Общаюсь, но никогда не теряю бдительность. Я научилась создавать маску для защиты от таких. Как только взаимовыгодное с ними заканчивается, я удаляю их номер из телефона и переписку с ними. Мне никто не нужен, кроме меня самой. Это так кайфово, видеть их лица, когда они что-то хотели сделать тебе, а ты стоишь с невозмутимым лицом и в случае дальнейшей атаки уничтожаешь их их же оружием. Манипуляцией. У меня нет собственных друзей. Чтобы не стать законченным Хиканом, я вынужден гулять с друзьями брата. Мы одногодки. В разговорах меня никто не слушает. Они говорят на неинтересные мне темы, но у меня нет выбора. Даже когда они обсуждают наш с братом день рождения, они приписывают его только моему брату. Мне крайне обидно со всего этого. Я уже смирился с тем, что вероятно навсегда останусь один. Это касается и друзей, и отношений. В прошлом году родители сказали, что мы приезжаем очень далеко. Я сказала об этом подруге, она немного поплакалась, а потом стала говорить, ну давай же быстрее уезжай, ты меня уже бесишь. Или, ты ведь уедешь 20-го? О, недолго осталось, как хорошо. Но потом родители сказали мне доучиваться этот год и уехали без меня. 20-го числа они уехали, а 21-го я была в кафе и праздновала день рождения лучшей подруги. В тот день она опять радовалась, что я не уехала, но через неделю опять продолжилась. Почему ты не уехала? Без тебя бы лучше было. Я решила с ней поговорить, сказать, что мне очень больно из-за таких слов. В тот день мы обе много плакали, но, барабанная дробь, все опять продолжилось через какое-то время, но к этому добавился игнор с ее стороны. У нее всегда был такой характер, но он проявлялся только к другим людям. Ко мне она всегда была добра. Наверное, это конец дружбы. Немного обидно ее терять, но на одном человеке она не держится. Это всегда взаимопонимание, а этих ее действий я не понимаю. Близкий друг сказал общему знакомому, что между нами что-то было. Когда я узнала об этом, друг запудрил мне мозг, пока я была на стрессе, а после этого просто исчез из моей жизни, даже не извинившись. Так я и вышла из компании, и это к лучшему. Не давайте мудакам второй шанс. У меня никогда не было настоящих друзей. Всегда, когда я начинаю дружить, появляется еще один друг, и они оба забывают обо мне. Так сказать, лишний человек, который плетется сзади. Самая показательная история, когда нам в многоэтажный дом переехала новая семья. Я тогда была маленькая, а их дочь была лишь на год старше меня. Ну и мы подружились. Позже к нам присоединился еще один мой друг, живший в том доме. И как только он выходил гулять, она сразу начинала общаться только с ним, а он с ней. Они с легкостью могли забраться на вишню и есть там ягоды, пока я стояла внизу и ждала их. А после начать в меня оплеваться косточками и обзывать меня. Они часто обижали меня, а после извинялись. Но однажды я не простил их с первого раза. Они больше не предприняли попытки помириться. А я провела все лето за компьютером. Была начальная школа и преимущественное большинство девочек дружили все друг с другом. Как-то моя одноклассница, с которой я дружила, решила у себя дома устроить типа вечеринку детскую и позвать нас, девочек, к себе домой. Меня тоже позвали. Назначили время мне чуть позже, чем другим, потому что я жила дальше. Я уже почти собралась и мне на стационарный телефон звонит эта одноклассница. Извиняется и говорит, что я не могу прийти, потому что и мама не разрешает больше пяти человек домой приводить. А я шестая. Ну, тогда для меня это показалось логично. Расстроилась, конечно, но не сильно. Спустя года четыре я из этой компании больше всего сдружилась с другой девочкой. И мы много проводили времени вместе. Делились секретами, болтали и все такое. Она там была и рассказала, что в тот день все меня ждали, но одна девка предложила всем. А давайте, девочки, я вам куплю две большие пачки чипсов, а вы позвоните Юле, чтобы она не приходила. Это смешно и мерзотно одновременно. Хорошо, что я бросила школу. Моя мама еще удивляется, почему я из одноклассников ни с кем не стала общаться после выпуска. Почти три года общалась с одной девушкой в ВК. Считали друг друга чуть ли не сестрами. Она буквально привела меня в большую и очень дружную компанию людей, с которыми я, в отличие от нее, до сих пор общаюсь. Она также научила меня общаться с людьми. Я помогала ей справиться с эмоциями, с депрессией. Вместе ругала ее не самую лучшую мать, радовалась тому, что ее собаке стало лучше. Мы отправляли друг другу подарки, а точнее только я. Черт. Примерно в середине декабря 21 года она вдруг буквально разорвала нашу дружбу, так как я больше ничего не чувствую от нашего общения. Странная причина, однако. Ну и плевать. Когда я перевелась в новую школу, то оказалось, что в классе всего 7 человек, включая меня. Это был 10 класс. И учителя на меня очень сильно давили. На каждом уроке мне говорили, что я глупый и ничего не сдам. Я неплохо общалась со всеми ребятами, но никто из-за меня не заступался. Когда ситуация стала серьезной и у меня начались истерики, я перевелась на домашнее обучение. Как только я перешагнула порог школы с документами, меня исключили из всех бесед класса и добавили в черный список. Позже от общих друзей я узнала, что никому не нравилось то, что я защищаю детей, которые подвергались травле. Поэтому они делали все возможное, чтобы я покинула школу. Для меня это был сложный период в жизни. Меня всегда игнорили в жизни и сетях. Я довольно необщительный и из-за этого все считают меня странной. Также всем не нравится, как я выгляжу. Ношу мешковатую одежду, не крашусь и не распускаю волосы. Были, конечно, подруги, но одна бросила меня без причины. Спустя 4 года крепкой дружбы, заменив на лучшую подругу детства. Вторая использовала меня и спустя 3 года обосрала с ног до головы и распространила ужасные слухи. Третья была нормальной, пока не сдружилась с той второй, заигнорила меня и бросила. Также без причины. Четвертая в наглую игнорила меня в сетях, а пятая так и сказала. Ты занудная, скучная и слишком общительная. Господи, когда я тихая, то все шарахаются от меня, как от какого-то дьявола. А когда пытаюсь быть общительной, так сразу. Ты общительная и мне это не нравится. Вы уж, блин, определитесь. Моя дружба длительностью в 10 лет распалась из-за одного несказанного слова. Вечером мы разошлись по домам, все было отлично. На следующий день мы одновременно вышли из своих домов. Я, как всегда, поприветствовала, помахала ручкой. А на меня глянули и прошли мимо, словно меня не было. Я стояла и смотрела в спину подруги и не понимала, что я уже успела сделать, пока мы не виделись. Она далеко ушла и отвернулась, начала что-то делать возле дома. А она, видимо, поняла, что не очень красиво. И вернулась поздороваться со мной. Обняла, как будто 5 минут назад не было игнора. И пошла дальше по своим делам. Но я поняла, что больше дружбы нет и постепенно начала дистанцироваться от нее. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из 4 слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока!